В 2019 году я снимал автобиографический фильм о том, как журналист из Крыма переехал в Москву. И там есть сцена с одним сотрудником, который рассказывает, как можно применить свои знания на практике. И там речь идёт об лекции по основам анализа косвенных разведпризнаков, по работе с информацией, по работе с текстами, с событиями, с событиями в прошлом, в настоящем и прогнозированием будущего. Алло. Андрей Николаевич, вы можете говорить? Да, а кто это? Вы выступали сегодня на ток-шоу. Это вызвало большой резонанс. Нам с вами нужно встретиться. Когда? Прямо сейчас. Где? Заезжайте, метрополис. Хорошо. Поверните налево, а затем через 50 метров. Поверните налево. Здравствуйте. Добрый вечер. В Москве практически нет несистемных журналистов, которые что-то говорят от себя. Они всегда исполняют какие-то темники. Ваше сегодняшнее выступление по всем параметрам несистемное. И это может создать для вас определенную угрозу. И? На самом деле идея, которую вы высказали, разделяем и мы. Поэтому я с вами встречаюсь. Нашу встречу зафиксируют все. И поэтому вопрос вашей принадлежности будет решен. А кто вы? Это неважно. Государственники. Я тоже не принимал вторую присягу. И что вам от меня надо? Ничего. Продолжайте свою деятельность. Иногда мы попросим вас записать какое-нибудь видео. Но ничего такого, чего вы не разделяете, мы просить не будем. Надолго в Москву? Да вот думаю, как бы здесь остаться. Прочитайте платную лекцию по анализу косвенных разведпризнаков для журналистов. На первое время там будет неплохой ресурс. А дальше сами поймете, как зарабатывать деньги. У вас есть деятельности на первое время? Да, друг однокурсник. Ну, как только соберете денег на аренду квартиры, съедете? А если не соберу? Здесь вам нужно понять одну важную вещь. Наша встреча сейчас – это вопрос вашей безопасности. Мы вас не нанимаем и зарплату платить вам не будем. Вы все должны сделать сами. Это ваше прохождение. И в той ситуации, в которой сейчас находится страна, вы должны быть абсолютно автономны. В этом ваше преимущество. Вы не пойдете по кабинетам, как это делают другие. Вы не найметесь со своим каналом для вещания. Вы все будете делать сами. Ладно. И в чем ваша конечная цель? Большая страна, так же, как и у вас. У меня есть несколько вопросов. Можно я задам? Да, задавайте. Встреча Медведчука и Бойко с Медведевым – это что? Это укрепление Порошенко. Шум с паспортами российскими Волденэйр – это что? Это укрепление Порошенко. Зеленский как кандидат. Резкий его взлет. Это что? Это Порошенко номер два. Понятно. Зеленский как кандидат. Резкий как кандидат. Когда настанет день, Закинчивается война. И вот эта сцена, которая снята и обыграна в 2019 году, сегодня по факту и будет реализовываться. Я прочитал несколько лекций, две, об общих принципах работы с информацией. И хочу вас пригласить на закрытые четыре занятия, которые будут проходить на следующей неделе, понедельник, среда, пятница, воскресенье, которые посвящены анализу косвенных разведпризнаков и прогнозированию будущего. Это важная функция, важный навык любого аналитика, стратегического планировщика, я не знаю, в маркетинговом, в каком-то промышленном предприятии. Это важная функция политолога, это важный навык, который нужен любому человеку, работающему в гуманитарной сфере при управлении людьми. О чём мы с вами будем говорить? Анализ косвенных разведпризнаков – это распаковка того, о чём не сказано. Это выявление ответов на вопросы, ключевые вопросы. Кто, что, где, когда, по чьему приказу, с какой личной мотивацией, кто за этим стоит, кто игрок, кто фигуры, а кто заказчик игры. То есть распаковка всех трёх логических уровней. И вот эта распаковка всех трёх логических уровней простым ответом на вопросы кто, что, где, когда, зачем и почему, она позволяет не только создать тезисное сопровождение и написать справку для лиц, принимающих решения. Она позволяет написать прогностическую справку о том, к чему это всё ведёт и при каких условиях те или иные события могут произойти. И вот эти четыре занятия, которые будут проведены не только с точки зрения анализа, ну вот стою я, сторонний наблюдатель, наблюдаю за событием и распаковываю его простыми вопросами, но и с точки зрения организации события, если бы его организовывали вы. Там есть тоже определённые закономерности, без знания которых вы можете ничего не распаковать. Естественно, там вопросы картины мира, вопросы управления с точки зрения даже количества игроков и кланово-корпоративных группировок, которые заинтересованы в том или ином событии или в том или ином исходе. Занимаемся мы понедельник, среда, пятница. Это три базовых занятия, практикумы, где мы на практике будем разбирать исторические кейсы, как там всё происходило и как распаковывается всё. Мы разберём современные кейсы. И в воскресенье я хочу пригласить всех записавшихся на этот интенсив, на этот практикум, я хочу пригласить на большую онлайн-игру, в которой мы будем всё, чему мы научились, осуществлять на практике и в конце ещё и поиграем в ток-шоу. Очень такая драматическая игровая штука, которая позволяет прокачать навыки, закрепить их на теле и чувствовать себя уверенно в сложных драматических ситуациях. Вот такое вот предложение у меня к вам. И я хочу пригласить вас по ссылке в подписи к этому видео, всех, кому это интересно, а это касается журналистов, это касается политологов, это касается управленцев, людей, которые в любом кадровом корпусе, людей, которые управляют коллективами, на которых работают люди. И знание этих инструментов жизненно необходимо. Приглашаю всех желающих. До встречи на следующей неделе.